Доброго всем дня! Неделя начинается пока крайне скучно, и, честно говоря, я второй день с трудом сдерживаю зевоту, глядя на графики. Настолько там ничего не успевает сильно меняться. На самом деле, это неудивительно после тех потрясающих, я бы сказал, полетов и по золоту, и в нефти, и на фондовых площадках, особенно в США, которые происходили в последние две недели. Сейчас происходит следующее и простое. Те, кто торговали на ожиданиях и поторговали хорошо на рост, они начинают снимать прибыль. По золоту это началось еще в минувший четверг, по нефти это началось буквально в этот понедельник. На фондовых площадках аналогичная ситуация. Мы ждали, ждали, ждали известия от Дональда Трампа, что он согласится подвинуть уже окончательно и бесповоротно сроки введения новых пошлин, новых тарифов с Китаем. С 1 марта сдвинуть вперед на некий неопределенный срок. Дождались, рынок подскочил на этом, но на психологических уровнях по индексу S&P в районе 2.800 и выше движение застопорилось, что, собственно, неудивительно. И здесь я бы не ссылался на отсутствие каких-то дополнительных деталей, о том, что какая-то неопределенность. И, безусловно, все это присутствует. Но, в первую очередь, просто рынки, говорится, строили-строили, наконец-то построили. Они сделали свое дело, они сыграли с более низких цен до, так сказать, средних таких близких к справедливым. И на этом пока успокоились, не будучи уверенными, что после того, как осенью через уровень 2.800 индекса не проходили, что они пройдут выше. Поэтому сейчас будет некая мутная техническая торговля на фондовых площадках. Закончился также сезон отчетности практически. Вот последние отчеты на этой неделе выходят. Вы видите перед собой календарь, какие отчеты перед началом сессии идут, какие после окончания торговых сессий. На каждой из этих компаний по-прежнему можно пробовать сыграть на движении по результатам отчетов. Но надо помнить, что все эти движения, скорее всего, останутся сейчас краткосрочными, потому что главных новостей для фондового рынка, для всего рынка в целом, ждут с переговоров. В конце недели они будут на высшем уровне уже, Трамп с Си Цзиньпином. И поэтому краткосрочные торговые решения, они могут быть эффективными, но имеет смысл, наверное, если есть быстрая прибыль, то и забирать ее либо в тот же день, либо на следующий день. Во всяком случае, с фондовых площадок. Что касается валютного рынка, то расстрясти валютный рынок вполне способны, и, может быть, сделают это, слушание Джерома Пауэлла, председателя Федрезерва, которые пройдут во вторник в Сенатском комитете США, в 18 часов это будет по московскому времени, и в среду в это же время в Нижней Палате Парламента, также в Финансовом комитете, Джером Пауэлл может дать намеки на сроки, когда прекратит ФРС сокращать баланс, то есть реализовывать накопленные на своих счетах гособлигации, ипотечные бумаги, все, что накапливалось в период кризиса, как вы знаете, они сбрасываются постепенно с баланса, но Федрезерв намекал уже на окончание этого процесса не позже конца 2019 года. Учитывая, что закончили поднимать ставки, учитывая, что в 2019 году больше подъемов ставки рынок не ждет, могут быть намеки на то, что этот процесс сокращения баланса также свернется раньше. Если так и будет, то это ослабит доллар США, также если будут более конкретные указания на причины, по которым не стоит пока трогать процентные ставки, тоже это может привести к ослаблению доллара. Причин таких более чем достаточно во внешнем для США мере, это турбулентность на фондовых площадках, это замедление в целом темпов мировой экономики, все это достаточно часто, на это ссылаются люди из Федрезерва. Если это просто будет повторено без новых акцентов, то разве что может быть движение несколько активизируется, но останется в прежнем коридоре. Если будут какие-то новые акценты, то может, по слову, ослабнуть доллар США. Но в целом, в общем, коридоры вам привычные уже. По евро-доллару это коридор, как видите, от уровней где-то 1.1275 до уровня 14.50, так в этих коридорах и продолжает евро-доллар колебаться. Сейчас даже гораздо уже в данный момент, все это вокруг уровней 13.20-13.60 происходит, но ситуация может измениться в любой момент в том плане, что рынок может решиться выйти из узкого коридора под влиянием то ли иной, осторожно ли, неосторожно ли, намеренно ли обороненной фразы. И в этом случае перейдет в более широкий коридор, но в тех пределах, скорее всего, которые я вам назвал. Аналогично для австралийской пары свой коридор, аналогичный коридор для новозеландской пары. Для канадской пары немножко изменилась ситуация в связи с коррекцией по нефти, но коррекция эта карьера воспринимается сейчас как временная, опять же, как фиксация прибыли. Посмотрите на нефть, да, что мы видим, что с февральских уровней месяц начался 60,5, было 61,5 долларов за баррель, цена пришла почти на 68, это, кстати, та целевая зона 67-70, который я бы обозначал вам в том числе в своих обзорах. Низ целевой зоны, даже несколько перевыполнен там примерно на доллары вверх, приводит, естественно, к фиксации прибыли. Крупные игроки, мелкие игроки, да, частично фиксируют прибыль, кто-то полностью фиксирует прибыль. Вот, собственно говоря, котировки и сдвинулись вниз. Вчера им помог слегка Дональд Трамп заявлением о том, что ОПЕК пора расслабиться, хватит поддерживать цены. Но, в общем, все мы понимаем, что это носит ритуальный характер. Если ОПЕК принял решение уже ограничиваться в объемах, то ОПЕК и будет это делать. Поэтому помог немножко этот твит Трампа о фиксации прибыли. Цены нырнули под 65 долларов за баррель, вынырнули немного выше, и, скорее всего, будут постепенно, плавно искать себе подпорку. Может быть, еще разочек обновят понедельничные минимумы, но в итоге, я полагаю, пойдут снова в район 67-68. Может быть, и к более высоким целям, поскольку в целом рынок настроен позитивно к нефти. Как вы знаете из прогнозов ОПЕК, ожидается по 2019 году рост мирового спроса еще на 1,240,000 баррелей, и спрос превысит впервые в истории 100 миллионов баррелей в сутки. Рекордный спрос. Естественно, есть предложение, есть добыча, она тоже растет, но вот по этому году, вероятно, добыча не сможет обогнать растущий спрос, поэтому сбалансированные цены в районе 65-70 долларов за баррель, это и есть, вероятно, тот баланс, который рынок сейчас будет выдерживать, отклоняясь от него лишь ненадолго. На этой неделе конкретно поспособствуют движению наверняка данные по запасам нефти и от агентства международного EIA, то есть от агентства, которое подсчитывает эти запасы в США, мы увидим с вами эти цифры, они вызывают, как последнее время вы уже наблюдали неоднократно, краткосрочную бурную реакцию в виде роста нефти, если запасы растут незначительно в пределах миллиона баррелей и снижаются, и также более существенно может быть попытка корректироваться, с учетом, раз коррекция уже началась, если запасы выйдут ближе, скажем, к 3 миллионам рост. Но в целом, повторюсь, снижение рынок будет, скорее всего, покупать, то есть вот эта вот buy-down-kicks, эта тактика, она будет соблюдаться. Что-то похожее, на мой взгляд, будет наблюдаться и в золоте, где корректировка от достигнутых высочайших уровней почти 1350 уже была, состоялась вплоть до 1320, рынок сейчас ищет снова почву под ногами на ценах в районе 1325 и около того, но я, в принципе, не буду удивлен, если с учетом корректировки цены провалятся где-то в коридор ниже 1320, скажем, на 2, 3, даже 5, возможно, долларов за унцию. Как только пойдет торможение вот этого ниспадающего движения, то есть как только там, это же на закрытии позиции, да, все в основном происходит, то есть срабатывают автоматические ордера, как только они себя исчерпают, соответственно, будут снова покупки. Тем более, что в целом ситуация по-прежнему в мире достаточно тревожная во многих моментах. Да, слегка как бы спрос на золото снизился в связи с нормализацией торговых переговоров США и Китай, но, во-первых, соглашения действительно еще не вполне достигнуты, во-вторых, мы должны понимать, что несмотря на то, что не будут введены там новые тарифы и ограничения, не будут отменены, скорее всего, и старые, они будут сохраняться почти наверняка по основному кругу товаров, хотя бы для того, чтобы держать, так сказать, друг друга в тонусе стороны, чтобы Китай пытался как-то соблюдать вопросы по интеллектуальной собственности, да, в частности, вот со стороны Трампа, я думаю, что здесь нулевой вариант крайне маловероятен. Далее, немного поддерживают, с другой стороны, цен на золото, растущий спрос на так называемые рисковые активы в виде рисковых валют и при этом снижающийся спрос на доллар в связи с прекращением политики повышения процентных ставок США. Поэтому в этом смысле золото по-прежнему остается фаворитом, золото интереснее любой валюты, если брать на средний срок, на долгий срок. То есть может выиграть как косорочно от нормализации переговоров США и Китай, может выиграть как косорочно австралийский доллар, как основной торговый партнер, не это китайцы, да, в Австралии, дальше по объемам. Дальше может выиграть несколько новозеландских долларов. Для евро-доллара эта конкретная ситуация скорее параллельна, она ждет новостей из Европы. Ну и ближайшие такие новости, они придут, наверное, лишь в пятницу. Это индекс PMI по еврозоне выйдет и будет, кстати, выходить вечером американский индекс тоже PMI от института ISM, The Institute of Supply Management. Это также будут новости в пятницу. Также в пятницу будет канадский ВВП. Возвращаясь к канадской теме, как только коррекция по нефти закончится, канадский доллар снова окажется поддержан. Пока такая коррекция происходит, канадец может довольно спокойно колебаться там в своем коридорчике от 1.31 до 1.33 и маловероятно, что покинет этот коридор. Ну и особняком от всех инструментов, конечно, стоит британский фунт. Фунт сейчас поддержан той идеей, что неконтролируемый Brexit, очевидно, допущен не будет. Об этом говорят уже и оппозиция британская, то есть уже и либоистская партия говорит, что лучше уж мы отложим Brexit, может быть, проголосуем даже за откладывание Brexit. На полгода, на год, даже, может быть, на полтора рассматриваются варианты, чем, допустим, выход без соглашения. А за это вот время, которое будет отпущено, вместо переходного периода, за это время мы подработаем соглашение. Может не потребоваться эта ирландская заслонка, может остаться пока, собственно, Ирландия в составе во всех отношениях, в полноценном Европейском Союзе, в таможенном отношении, и во всех остальных пока Британия не вышла из ЕС. А там, как бы, то, что потом придется решать, это ж поди потом. Если вопрос будет отложен, конечно, на время сейчас это поддерживает. Поддержит фунт. Но вопрос, смотрите, здесь какой интересный. А хватит ли этой поддержки, чтобы правительство выше, чем зона 1.32, 1.33, 1.50? Вот это вопрос. Потому что, если мы вспомним историю, то на этих уровнях, как раз район 33-х, около того, фунт находился на момент голосования в британском парламенте, вот того самого, так сказать, первого исторического голосования, когда правительство предложило согласованный с ЕС договор о выходе, этот договор британский парламент не одобрил. И вот, собственно, тот момент, если бы он был одобрен, да, к этому дело шло, казалось бы, да, вот фунт как раз двигался в районе 1.33. И не факт, что ушел бы сильно выше после одобрения. Может быть, небольшой был бы скачок, а затем все вернулось бы на круги своя. То есть, в целом понятно, что проблемы бы где-то останутся, да, и после заключения договора это все равно определенный развод, да, между ЕС и Британией. Поэтому вот если сейчас вопрос останется отложен, знаете, технически надо смотреть на взаимодействие цены с уровнями 1.32-1.33.50. Если техника не будет убедительно сигнализировать за пробой выше, то я бы, честно говоря, воздержался от прогнозов, что для фунта все настолько благоприятно. Вполне возможно, он просто перейдет в коридор, где-то от 1.29 до 1.32, и продолжит колебаться в нем постепенно после того, как первые эмоции схлынут. А эмоции, собственно, возбудятся, так сказать, сильно и начнутся к 12 марта, наверное, ближе. До этого срока все должно быть решено. То есть, еще приличное время остается, и, скорее всего, ежедневно нас будут подчивать новостями порционно на тему Брекзита. Поэтому здесь вот до тех пор, пока это сохраняется в порционном виде, давление наверх может сохраняться, но это давление, вот, вероятно, не выйдет далеко за пределы указанного мной коридора 32-3350. Вот в основном все, что происходит с валютами. Ну и, наверное, поскольку многие спрашивают о рублей, я буквально несколько слов скажу под конец. Говорят, сейчас закончился, поскольку налоговый период, такие крупнейшие компании, как Газпром, как Колроса, как Роснефть закончили обменивать валюту на рубли для уплаты налогов. Соответственно, может немножечко рубль отступить, наверное, с завоеванных позиций, район 65, это, как бы, может быть, чересчур, учитывая, что за несколько дней 67 сюда пришли, и учитывая, что откатила нефть. Но я бы ожидал, что, в общем, рубль закрепится где-то в районе около 66 рублей, там плюс-минус 35-50 теракопеек туда-сюда, и не ожидал бы сейчас существенного ослабления. Почему? Потому что, в целом, рынки поняли, что 50 долларов по нефти новогодней, это был, конечно, такой спекулятивный, эмоциональный, чисто какой-то вот такой вот пик туда вниз движения, и что там цены, скорее всего, больше не будут вообще в течение этого года. Снижения в процессе какие-то возможны, там, может быть, и до 63-62 в процессе, да. Год вообще длинный, если говорить о долгом периоде. Короткий, если сейчас говорить, период, то здесь снижения все-таки ограничены, и поэтому для рубля здесь скорее позитив. Что касается темы санкций, то я уже многократно говорю, что не очень-то, на самом деле, и сами представители американского бизнеса, американских банков верят в действительно жесткие какие-то санкции. Если посмотреть последние аукционы Минфина России, то спрос на УФЗ, на облигации Минфина под доходность чуть выше 8% годовых, этот спрос превышал предложение вдвое примерно желающих было купить российский долг, номинированный в рублях. То есть люди как бы вполне себе верят в то, что все будет нормально и хорошо. Далее, «Газпром» размещал евробанды в Лондоне на сумму более миллиарда долларов, и больше половины из этого объема купили американские инвесторы. Там около 30% европейские купили. Соответственно, то есть тоже люди не заинтересованы в дальнейших ограничениях и, очевидно, уверены не только в протяжеспособности компаний, но и в том, что с рынком бандов, с рынком российских облигаций вообще все будет хорошо и нормально. Поэтому я предполагаю, что как минимум вот это вот лобби, оно достаточно сильно, плюс компании, многие работающие в России, американские, европейские, они хеджируют свои риски через облигации государственные, через корпоративные облигации компаний с госучастием. В этом подрыве этого рынка никто, кажется, не заинтересован. Я предполагаю, что поскольку в декабре не получилось провести этот пакет через Сенат, сейчас там у Трампа еще более прочная поддержка, и команда Трампа не поддерживает ни санкции против госдолга, ни санкции против банков с госучастием. Об этом говорил министр финансов Стив Мнучин и министр торговли РОС. Все это было сказано. Что может быть? Могут быть санкции против персоналей, против людей, которых американцы считают друзьями Путина, топ-менеджеров некоторых, может быть, наших нефтяных или газовых компаний. Исключать нельзя. Действительно, это возможно. Это неприятно, разумеется, но это вообще никак не повлияет на курс рубля. Это может повлиять в техническом отношении, чисто, может быть, на деятельности этих компаний. И, может быть, в качестве медали за отвагу, если хотите, тем людям, которые будут в этот список включены. Но и не более того. Далее можно говорить о том, что какие еще угрозы-то для рубля существенные есть. Нефть падать не собирается. Серьезные санкции против России вводить не собираются. Доллар на мировых рынках, он наоборот, скорее демонстрирует тенденцию либо боковую, либо на будущее большинство прогнозирует снижение. Поэтому я соглашусь, честно говоря, с прогнозом Bank of America, Мэрио Линча о том, что к концу года 62-63 рубля за доллар намного более, вероятно, чем 70. Поэтому, может быть, в краткосрочном плане совсем, учитывая, что 65 – это неплохая цена, в краткосрочном плане что-то заработать, наверное, на курсе доллара на росте возможно. Но я бы не смотрел на горизонт там несколько даже месяцев, тем более полгода-год, как на возможность что-то серьезное заработать в России на росте американской валюты. Мне кажется, что доходность по тем же вкладам, если брать рублевые, или по ОФЗ, если брать облигации 8% годовых, она, ну, как минимум догонит, если не перекроет любые возможные доходы от спекуляции на курсе рубля. Вот все, что касается возможности заработать на золоте, на структурных ли продуктах банковских, связанных с золотом, на CFD-контрактах непосредственно торговлю с подкурсами, в числе на брокерском непосредственном счете, я думаю, что все это значительно более интересно, чем попытка заработать что-то на курсах доллара к рублю или евро к рублю, особенно учитывая, что какого размера здесь нужно защитные стоп-лоссы выставлять, если выставлять, да, в принципе, планируете вообще. Возможная прибыль примерно сравнима с возможным риском. Ну, надеюсь, что и валютный рынок оживится все-таки, возможно, все-таки этого добьется, в карточках, да, добьется Джером Пауэлл, его цель это не является, но посленно это может повлиять. Ну и будем смотреть также на другие события недели. Это и предстоящий, я думаю, нас в целом ждет еще много интересного, но вот пока такое затишье, оно может, собственно, наверное, сохраниться в эти дни, я не буду этому удивлен, но если будут давать любопытные цены, что в нефти, что в золоте для торговли, то, думаю, надо этим пользоваться, точно так же, как вполне можно продолжить торговлю на валютном рынке уже сформировавшихся коридорах.